Между особой экономической зоной Алабуга и украинской границей более тысячи километров. Раньше удары беспилотников на такой дистанции казались невозможными. Сегодня это хелесовы пята России, считают западные эксперты. Еще 3-4 месяца назад Украина на такое не была способна. Это говорит об успехе оборонной промышленности Украины, по крайней мере в области производства беспилотников. Также и о том, что в России почти ни одно место к западу от города Орла больше не застраховано от атак украинских беспилотников. А у российской стороны нет достаточной противовоздушной обороны для защиты важных промышленных объектов, особенно нефтеперерабатывающих заводов. В последние месяцы Украина усилила атаки беспилотников по НПЗ. Буквально две недели назад под ударом оказался завод «Роснефти» в Рязани, а также нефтебаза в Орле. Атаки на НПЗ могут заметно пошатнуть не только российский, но и мировой нефтерынок. Украина говорит, что эти атаки оправданы, потому что сократятся поставки топлива для российских военных. Но я в это не верю, потому что топлива всегда будет достаточно для снабжения армии. Но это может привести к тому, что возникнет его дефицит, на российских заправках, появится проблема с поставками и обеспечением российских потребителей. А также снова вырастут цены на сырую нефть на международных рынках, что является большой проблемой, в частности, для США. В этом году в США пройдут президентские выборы, и поэтому американское правительство несколько раз обращалось к украинскому руководству с просьбой прекратить эти атаки на НПЗ. Здесь логика одна, и это логика войны. И нефтебазы, они полные легитимные цели для Украины. И я думаю, эту критику из США можно очень спокойно игнорировать. Если пакет из Конгресса не освобождается, я думаю, и США не имеют очень большое влияние, чтобы эту критику делать не только словами. Очевидно, что украинские атаки оказывают давление на Россию. У Москвы пока нет краткосрочного решения для защиты объектов – от НПЗ до правительственных зданий. Но эксперты сомневаются, что удары беспилотников по России могут повлиять на ситуацию на фронте. Наступление будет продолжаться независимо от этого. На данный момент существует небольшое военное превосходство российской стороны, в том числе из-за отсутствия у украинской стороны личного состава и вооружений. Военный же эксперт считает, что любой фактор, а тем более экономический, имеет значение. Экономика войны сейчас играет очень важную роль. Если проблемы с бензином, если проблемы с боеприпасами, конечно, это влияет на войны. И, может быть, это мы не сразу видим, а через время мы как раз видим эффект этого. И, конечно, там есть психологический эффект, что Россия не может защищать свою страну. И всё же изменить ход войны подобными атаками вряд ли удастся. Ведь война решается на линии фронта, где нужны не только дроны, но и тяжёлое вооружение. А это уже вопрос к западным партнёрам Украины.